Для того, чтобы собрать цилиндр EF-EPS, ключ-вертушка нам понадобится модуль с ключами, соответственно модуль EPS, вертушка под модуль внутренняя, сердечник, на который цилиндр будет собираться. Для того, чтобы показать все нюансы сборки модели данного цилиндра, я взял сердечник 36 на 36 размерности. Именно такой размерности я буду собирать цилиндр. Это ровно по 5 миллиметров больше с каждой стороны, чем минимальный размер цилиндра. Размер сердечника выбирается исходя из того, какой размерности и длины цилиндр вам нужно собрать. Например, вы хотите собрать цилиндр 31 на 36, значит и сердечник вам надо выбрать 31 на 36. Для удобства поиска я предварительно при приемке товара цилиндры, сердечники вернее подписывают. Да, у меня подписаны цифрками 36 на 36. Но вообще цилиндр можно выбрать из имеющейся в наличии, то есть его можно подобрать. Каким образом? Как и длина цилиндра, как и часть длины цилиндра, то есть его какая-то наружная или внутренняя часть, также сердечник, на который собирается цилиндр, отмеряется от центра крепежного винта. Так вот, длина сердечника в ту или ивную сторону меньше ровно на 8 миллиметров, чем длина цилиндра, размерность, на которую мы будем собирать. Например, цилиндр я буду собирать 36 на 36 миллиметров, поэтому сердечник у меня от центра крепежного винта 28 на 28 миллиметров. Далее, для того, чтобы собрать цилиндр эфо и пиэс ключ-вертушка размерности 36 на 36, нам понадобится два удлинителя корпуса по 5 миллиметров, поскольку мне удлинять каждый модуль надо на 5 миллиметров. Если бы мне надо было удлинять, например, один только модуль на 5 миллиметров, я бы выбрал один удлинитель корпуса. Если бы мне надо было удлинить, например, внутренний модуль на 15 миллиметров, то есть собрать размерность 31 на 46, тогда бы я взял удлинитель корпуса 15 миллиметров. Соответственно, далее понадобятся удлинители плага, точно такой же длины, как удлинители корпуса, в данном случае это 5 миллиметров. Со стороны вертушки мне понадобится удлинитель соединителя 5 миллиметровый, стандартный для цилиндра эфо. А вот со стороны ключа, то есть со стороны секретного модуля, обращая внимание, я тоже буду использовать удлинитель соединителя, но у модели эфо и пиэс удлинитель соединителя свой. В данном случае также удлинитель соединителя эфо и пиэс 5 миллиметровый. Если бы мне надо было удлинить модуль на наружный модуль, то есть секретный модуль на 10 миллиметров или 15, то соответствующей длины выбирается и удлинитель и пиэс. Соответственно, мне понадобится еще два винта крепления расширения 36 миллиметров, два винта крепления модулей к сердечнику, соединитель, пружинка соединителя и язычок, который впоследствии будет задвигать или выдвигать ригеля замка. Давайте приступим к сборке. Для начала удлиним внутренний модуль. Надеваем удлинитель корпуса и шлицевой отверткой закручиваем винт крепления расширения 36 миллиметров. Со стороны модуля вертушки вставляем удлинитель плага, но вставляем его именно вот таким образом, чтобы удлинитель плага, чтобы паз у него был смотрел строго вертикально. При этом, обращаю ваше внимание, что защелка вертушки при сборке должна смотреть строго вниз, вот таким образом. Именно в таком случае мы соберем цилиндр правильно. Дальше удлиняем. Дальше используем удлинитель соединителя, выставляем язычок. При этом язычок устанавливается именно в такой форме. Правый его паз больше, левый меньше. Дальше скрепляем сердечник винтом крепежным. Для этого нам надо использовать насадку торкс. Размер не помню, подходящий размер можно можно приобрести у официального дилера Эфа в России. И устанавливаем пружинку соединителя. Теперь перейдем к сборке, к удлинению модуля Эфа и ПС. Соответственно, аналогичным образом удлиняем корпус. Закручиваем винт крепления и расширения 36 миллиметров. В конкретном случае. Далее удлиняем плаг. Устанавливаем удлинитель плага 5-мм уже таким образом, чтобы его паз располагался горизонтально. В центральную часть устанавливаем удлинитель соединителя ИПС. Устанавливаем таким образом, чтобы вот эта выемка смотрела вверх. Не в сторону ключа, а в сторону модуля под вертушку. Вот таким образом. Сюда же устанавливаем соединитель. Каким образом устанавливаем соединитель? Таким образом, чтобы больше... Если посмотреть на соединитель, у него есть больший выступ. Выступ больше длины и меньше длины. Так вот, выступ больше длины должен смотреть влево в данном случае. Если вы при сборке смотрите на модуль таким же образом. Вот таким образом устанавливается соединитель. И теперь нам осталось только скрепить цилиндр, соединить оба модуля, собрать его на сердечник и закрепить вторым соединительным винтом. Со стороны вертушки, к слову говоря, цилиндр ЭФА ИПС может быть только в свете никель. Со стороны вертушки, на специальную защелку, защелкиваем вертушку нужного цвета. У меня этот цвет золота. Цилиндр ЭФА ИПС собран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова